То, что там происходит, это беда. Беда Киргизии и киргизского народа. Ну, как выбором, так переворотом. Это просто глупость тех, кто это сделал. Просто глупость и все. Приветствую всех зрителей и подписчиков. Это канал Максимум. Самые актуальные и горячие темы. Срочные и скандальные новости, о которых следует знать. Смотрите в этом выпуске. Быстро разобрались. Почему киргизы так мгновенно, по политическим часам, буквально за неделю сменили власть? Как у них это получается? И самое главное, это происходит уже не в первый раз. Попробуем вникнуть. Давайте побунтуем. Киргизия не единственная страна, где так часто и с охотой народ выходит на улицы. В случае с Киргизией протесты заставили уйти в отставку чуть ли не всю власть. Однако в Таиланде все намного интереснее. В общем, обо всем этом подробнее прямо сейчас смотрите на канале Максимум. В Киргизии совершили государственный переворот буквально за одну неделю, причем малой кровью. Пока в СМИ обсуждали, как будут развиваться события на территории одной из стран СНГ, протестующие быстро разобрались с действующей властью, добившись полной ее смены. Президент ушел со словами «не хочу проливать кровь» и отдал свое место другому человеку. Интересно то, что в Киргизии это уже не первый переворот, который происходит за пару дней без гражданской войны и длительных забастовок. Почему так происходит? Нарушения на выборах. Оппозиция Киргизии придерживается официальной версии переворота. Множественные нарушения на выборах, которые прошли 4 октября 2020 года. Однако политологи утверждают, что все не так просто. Проблема состоит в том, что нарушения на выборах президента или депутатов происходят в этой стране крайне постоянно. Местные жители давно привыкли, что ни один местный политик не может прийти к власти без каких-либо махинаций. Как правило, депутаты просто покупают голоса, но революцию решили сделать только сейчас. Забавно, что многие оппозиционеры таким же образом приходили к власти, но только сейчас вывели людей на улицы. Смысл революции в Киргизии лежит намного глубже. Его следует искать среди социальных и внешних проблем. Социальный кризис. Кризис в социальной сфере начался в Киргизии с приходом пандемии. Режим самоизоляции и другие ограничительные меры отразились на экономике страны. Киргизы перестали ездить на заработки в Россию. Многие местные фирмы начали закрываться. Огня подбавила киргизская медицина, которая попросту не справлялась с наплывом больных. Коронавирус коснулся даже элиты страны. Заразились и умерли многие влиятельные люди. По итогу, кризис достиг таких масштабов, что было достаточно поднести спичку, чтобы вспыхнул костер революции. Также повлияли внешние факторы. Немаловажным явлением и внешний фактор. Американцы начали подводить свои силы еще в 2019 году. Представители американского фонда National Endowment for Democracy встречались с местной оппозицией и прямо обсуждали создание общественно-народного фронта против власти. Причем в СМИ попадали очень интересные записи этих бесед, после которых в стране произошла первая революция в августе 2019 года. В этом году все было намного проще. Ко второй волне смены власти начали готовиться в прошлом году. Тогда были приняты законы, усиливающие работу НПО, напрямую финансируемые американцами. Долго ждать не пришлось. Подходящий момент был подобран идеально, когда бурление среди населения достигло точки кипения, а позиции дали команду ФАС. Политика США по отношению к бывшим странам Союза достаточно простая. Разделяй и властвуй. Причем используют они ее уже много десятилетий, целенаправленно и скрупулезно оттачивая мастерство. Вот что думает Путин по поводу сегодняшней ситуации в Киргизии. Я очень рассчитываю на то, что Киргизия, член ОДКБ у нас и Еврозес, мы многое сделали для того, чтобы помочь Киргизии встать на ноги. Ну, сотни, так я вам скажу, сотни миллионов долларов на поддержку киргизской экономики различных отраслей производства, на создание условий адаптации Киргизии для вхождения в Еврозес. Ну, разумеется, без жалости и тревоги на то, что там происходит, мы смотреть не можем. Но мы не лезем, обращаю ваше внимание, и не лезем со своими советами, с наставлениями и с поддержкой каких-то отдельных политических сил. Очень рассчитываю на то, что в Киргизии, тем не менее, все нормализуется, встанет на ноги, Киргизия будет развиваться, и мы сохраним с ней самые лучшие отношения. Дорогие друзья, прежде чем продолжить, рекомендуем вам посмотреть новый ролик на канале «Максимум фактура». Обращаясь к Синий Собчак, хочу сказать, главы субъектов не могут заниматься внешней политикой. Если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь. Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь. То есть он как бы скомпилировал общее впечатление, говоря о том, что мы, если получаем какой-то приз наш фильм на Западе, то это обязательно не чернуха, а это вот рашка-говняшка. Ссылку на него вы найдете в описании этого ролика, в первом закрепленном комментарии к нему и вот здесь, в правом верхнем углу экрана. Давайте побунтуем. Чем Таиланд отличается от Белоруссии и Киргизии? Революции, которые век проходят в разных странах мира, причем с завидной регулярностью. Самое смешное, что за пару веков практически не изменились формы создания и проведения протестных движений. В последнее время революции все чаще устраиваются в странах постсоветского пространства. Однако и в таких странах, как Таиланд, не всегда бывает тихо и спокойно. В последнее время революции все чаще устраиваются в странах постсоветского пространства. Однако и в таких странах, как Таиланд, не всегда бывает тихо и спокойно. Давайте рассмотрим, как проходят процессы свержения действующей власти в соседних странах мира. Таиланд совсем не Киргизия. В случае с Киргизией протестанты заставили уйти в отставку чуть ли не всю власть. Однако в Таиланде все намного интереснее. Ведь там правлением занимается целый король. Поэтому революционеры изначально требовали не свержения власти, а существенных изменений в конституции страны. Хотя в случае внесения правок король полностью бы лишился своего неприкосновенного статуса. Несмотря на все старания оппозиции, быстрой революции, как было в Киргизии, там совсем не случилось. Действующая власть практически сразу отказалась идти на переговоры и объявила режим ЧС в столице Таиланда. Город и жители будут находиться на особом положении вплоть до середины ноября 2020 года. Протестующих это только подстегнуло. Они сразу вывели на улицы более 15 тысяч человек. Интересно то, что в столице проходят шествия намного чаще, чем в той же Беларуси. Революционеры также захватывают здания, а местная полиция пытается разогнать их водометами и другими гуманными средствами. При этом большая часть протестующих это люди возрастом до 40 лет. Революция новых ценностей. Эксперты ранее заявляли, что все революции всегда зависят от возраста протестующих. Такое явление далеко не новое. Ведь каждое поколение старается добиться лучшей жизни. Как правило, их начинают студенты, а заканчивают уже подготовленные люди, которые учили захватывать правительственные здания и противостоять полиции. Революция в Таиланде мало чем отличается от процессов, которые проходят в Беларуси и других странах. Фактор внешнего вмешательства никто не отменял. Но в Таиланде он ощущается достаточно слабо. Конечно, там также есть американские фонды, которые проплачивают определенные процессы. Однако на внутреннюю политику Таиланда больше влияет Китай. Кстати, Поднебесный больше интересно оставить действующую власть у руля, чем сменить лидеров. Сейчас революция там создается по классическому сценарию затяжных процессов. А главным лидером выступает вечный студент и оппозиционер Джоушуа Вонг. Он уже пытался сменить власть в 2014 году и даже в 2019. Однако у него, как вы понимаете, ничего не получилось. После длительного заключения в тюрьме, революционера опять достали из пыльного ящика. По факту, он, конечно, является марионеткой, но человеком достаточно идейным, который готов на любые жертвы. Чем закончится новый виток противостояния в Таиланде, мы узнаем уже в ближайшее время. Друзья, на этом пока все, о чем хотелось сегодня с вами поделиться. С вас лайк ролику и подписка на канал Максимум. Делитесь этим роликом в своих соцсетях, чтобы как можно больше людей узнали о том, о чем теперь знаете и вы. Спасибо, будем на связи и помните, не все так просто, все гораздо проще. Продолжение следует...